Впервые в Керчи проходит научно-практическая конференция, объединившая духовенство и историков, темой которой стал город, как колыбель русского православия. Примечательно, что с приветственным словом перед началом работы конференции к присутствующим обратился не только митрополит Феодосийский и Керченский Платон, но и заместитель главы администрации Николай Зотов, а также председатель городского совета Николай Гусаков. События 1917 года, перевернувшие Российскую империю в Суму, подвигли заняться государственным переустройством все социальные группы и слои общества, в том числе и православное духовенство. Открывшийся 15 августа 1917 года в Москве Священный Сомбор Православной Российской Церкви должен был вывести Церковь из того положения, в котором она оказалась в результате длительного и постоянного государственно-административного вмешательства в ее дела. Восстановив патриаршество, Русская Православная Церковь получила надежный зло в каноническом строении. Здесь, прямо в колыбели православия, связь временность ощущается особенно просто. И этот день знаменует собой единство веры и духа, силу традиции и величие сегодняшних свершений. И мы всегда должны помнить о нашем духовном и единстве. В течение дня на конференции выступят сотрудники Керченского историко-культурного музея-заповедника, сотрудники Института археологии РАН, историки. В своих докладах они расскажут о крещении Боспора, христианских памятниках Керченского лапидария, ранних церковных постройках и закрытых православных храмах на территории Керчи. Также собираются коснуться темы соработничества церкви и казачества. Уже в самом начале конференции ее участниками высказывалась мысль о необходимости плановой работы в этом направлении. Продолжение следует...